Привет друзья, с вами Варчик. В этом видео я с вами хочу поговорить на такую тему, из-за чего все-таки в игре World of Dance турбосливы и турбопобеды. Конечно понятно, что там есть всякая гонка вооружений, больше голды стали использовать и в принципе это все якобы ускоряет бои. Но на самом деле турбосливы это бои, в которых бой уже завершен первые 2 минуты. Хотя казалось бы еще бой сам не завершился, но исход боя уже 100% решен. Почему так происходит? Немножко посмотрев на сетапы команд, можно заметить, что балансировщик собирает довольно-таки плохо по классам техники и по танкам, по ролям танкам команды, чтобы они были равноценные. Можно обратить внимание, что в одной команде могут быть СТ-10, в другой их может вообще не быть. В одной команде одни СТ-9, в другой СТ-10 и карта допустим наполовину городская, наполовину с зеленью. Кто продавил в первые пару минут очень быстро зелень, заезжает тяжам в корму. Вроде бы враги еще живые, но бой уже закончился. Мы просто добиваем их так, как нам нравится, как нам удобно. Бывает, когда карта городская балансит один тяжелый танк напротив другого и явно один из них в городской карте чувствуется в миллион раз лучше. Или допустим балансит какой-нибудь 268 вариант 4 напротив гриля на Химмельсдорфе. И понятно, что 268 вариант 4 будет чувствовать себя в миллион раз комфортнее. А если таких танка два, то команда получает еще больше преимущества. Вот и получается, что изначально одна команда имеет преимущество. Бывает, что команда не может воспользоваться своим преимуществом. Кто-то АФК, кто-то еще что-то. Это все бывает редко. Чаще всего у одной команды преимущество по одному классу техники, который может выполнять какую-то ключевую задачу на карте, они быстро выиграют и все. А у другой команды нету таких жестких танков. И при этом при всем разработчики рассказывают, что балансировщику и так тяжело, чтобы добавлять туда какие-то новые условия. То есть получается, что балансировщик все, так вот и будет работать. Если они льготные танки, будут еще пару лет долбиться с ними, чтобы избавиться от них. То что говорить о том, что в принципе балансировщик плохо собирает команды и из-за него много турбо боев. То есть получается, что они не могут или не хотят или не видят смысла добавлять новые условия. И при этом еще Макаров говорит, что хорошо, когда танки чувствуют себя не во всех ситуациях имбой, а только в некоторых. А если танк себя чувствует хорошо везде, значит это имба, которую надо бы понерфить. Ну я не дословно говорю, примерно, не важно. И при этом при всем балансировщик собирает некоторые танки, которые чувствуют себя хорошо на данной карте. А у другой команды вообще таких танков может не быть. Не то, что хорошо, не хорошо, вообще их нет. И улучшений по балансировщику, я что-то так понял, ощущаться не будет. Они там какие-то сделали балансы по классам техники, чтобы они там друг напротив друга были. Но во-первых, во-первых, там не стопроцентная зеркальность. Может быть не одинаковое количество танков одного класса в одной и в другой команде. Это раз. Второе. Танки, которые ставятся друг напротив друга, иногда вообще никакой логики не имеют. Просто потому, что там треугольничек, надо с другой стороны тоже танк с треугольничком поставить. Да полный бред, полный бред. Вообще бредятина. Хотя вроде бы они должны учитывать там, что это тяжелый танк сверхтяжелый, а это просто тяжелый танк. Вроде бы это как бы учитывается, но итогово балансировщик вообще не очень. И мне кажется, что если бы провести хорошую работу с балансировщиком, то бои собирались бы довольно-таки интересные. Итогово, конечно, бы решалось, кто как хорошо отыграл там на зелени или в городе при равных количествах танков тяжелых. Именно реально тяжелых, а не там каких-нибудь ФЦМов в городе. И на зелени реально нормальных СТ-шек. Кто там лучше сыграл, кто поехал туда, куда надо, тот и победил. А так получается сейчас не то, что кто куда поехал правильно, тот и победил. А бывает ты поехал правильно, вроде все нормально. Нету у тебя танков в команде, а у врага есть те, которые могут ключевую задачу на карте исполнять. И все. Это уже другое дело, что много слабых игроков в игре и они занимаются фигней. В обеих командах много слабых игроков. Но хотя бы подготовка к бою должна пройти хорошо. Чтобы сам бой имел хотя бы возможность на реализацию какого-нибудь интересного геймплея. А не какая-то помойка за 2 минуты. Мне кажется тщательнее надо бы это все проработать. Какой танк ставится напротив какого. Какое их количество. Потому что в начале было все более-менее нормально. А сейчас бывают такие перекосы, что такое ощущение, что вообще пофигу. Бывает, что в одной команде есть арта, в другой команде вообще нет арты. В одной команде ЛТ-10, в другой ЛТ-9. Еще сильно много всяких режимов картошка понаделала. Всякие там штурмы, не штурмы, встречки, генеральные сражения. Там на восьмом уровне линия фронта. Сильно много поделила игроков на всякие режимы, под режимы. И балансировщику труднее собирать. Потому что люди поделены между этими режимами на свои какие-то кучки. И балансировщику меньше есть откуда загребать кучу людей. Нахера столько пизданутых микрорежимов, которые, сука, между собой вообще конченые. И половина из них дерьмо. По факту там есть стандартный бой нормальный. Штурм там. Все остальное вообще я не понимаю. Нахер надо. Зачем еще больше делить, если балансировщик херню высирает вместо боев. Для меня это лично непонятно. Тем более летом, когда онлайн просядет, еще больше будет такой хуеты собирать, что просто пиздец. Потому что ему вообще уже неоткуда будет загребать людей. Он будет выкидывать такую хрень, какая просто, что было, то и кинул в бой. Ну это как обычно мои мысли, которые никуда не дойдут. Потому что, ну, а зачем? Хотя бы я свое мнение высказал и вот и все. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.